Зверей руками трогать, особенно тех, что не кусаются и не брыкаются. Для маленьких и не очень любителей животных в Ростове появился удивительный проект. Мы пообщались с детьми дошкольного возраста и задавая им вопрос, откуда берутся яйца или откуда бьется молоко, почти сидеть и говорили, из холодильника или из магазина. Трогательные пушистые и не пушистые зверюшки. В трогательном зоопарке каждый может познакомиться с животными поближе. Трогательные и милые, и нежные, и в то же время трогательные для детей – это возможность потрогать. Великолепная идея, я не знала, мы живем в другом районе, поэтому мы первый раз и придем сюда, думаю, еще обязательно. На двух этажах общей площадью в 300 квадратных метров почти 100 различных видов насекомых, животных и птиц. На первом уровне обустроили ферму. Здесь, как и положено, есть цыплята, кролики, козлята, крохи, мини-пиги и даже страусы. Страусы Эмму, как утверждает экскурсовод, совсем не опасны. Но, честно говоря, как-то так боязно стоять рядом с вольером. Тем более, что они могут в любой момент клюнуть. Но особенно их привлекают вот такие вот пуговки блестящие. А вот эта крольчиха Маня сегодня родила маленького детеныша. Он лежит вот здесь, почти не шевелится, но вроде бы говорят, что все в порядке. На втором этаже экзотика. В так называемых джунглях можно встретить, как опасных крокодилов и змей бояться не нужно. Они обитают в надежных террариумах. Так и безобидных и вполне симпатичных морских свинок, крыланов и ежиков. Прикоснулись к живой природе Алина Николаева и Алексей Бабичев.